Приветствую друзья на своем канале. Сегодня вышла новая версия у лаунчера, который установлен на TV-боксах их 4 серии, ну то есть Куб, Про, Плюс и АМ7 серии. Значит, как ее установить? Оно не прилетает как обновление. Устанавливается с помощью нажатия на вот это, на звездочку. Значит, о приложении. И вручную нужно кликнуть сюда, проверить обновление. Соответственно, вы должны быть подключены к интернету, либо у вас должна быть подключена Wi-Fi сеть. Приходит и, значит, давайте почитаем, что здесь изменилось. Сразу перекликнуло, видим, на версию 1.4.11, потому что была версия 1.0 какой-то там, ну не помню какая-то версия. Значит, переработанное меню. Это вот здесь вот расширена информация в рекомендациях. Достаточно классная функция в рекомендациях. То есть посмотрим, что у нас здесь. Вот у меня установлены некоторые программы. Посмотрим, что они сюда добавили. Дальше. Добавлена навигация с помощью мыши. Тоже классная функция, потому что я сейчас использую мышку, а не пульт. И вот смотрите, если я вот таким образом передвигаю ленту, она двигается. Эта лента, эта лента двигается, все двигается. Но вот таким, вот сюда, вот вверх-вниз, она не двигается. То есть, скорее всего, вот эта функция будет задействована новым обновлением. И третье, что это, вернее не третье, а уже четвертое, получается множество исправлений и улучшений для скорости и стабильности работы приложения. Какой глюк у меня был? Даже не глюк, трабл какой-то непонятный. Я когда использовал свой TV-бокс УС и 4 Pro, у меня установлен, соответственно, лаунчер, вы видите, на экране. И один раз было такое, что когда я спустился вниз, а потом поднялся, вот эта вот лента с более мелкими ярлычками, она переместилась вот сюда на ютубовскую. И ею закрыла ленту ютуба. То есть, получается, я потом спускался, опускался, мышкой, к сожалению, не могу сейчас это произвести, показать, но помогла перезагрузка. То есть, перезагрузил TV-бокс, все нормализовалось, больше такого не происходило. Возможно, у кого-то такой глюк тоже был, напишите мне в комментариях. Итак, давайте загрузим новое обновление. Кликаем обновить. Ну и, соответственно, идет загрузка, а потом установка этого приложения. После установки перезагружать TV-бокс не нужно, потому что это все-таки приложение. Итак, видим звездочку, вернее шестеренку. На мой взгляд, ее следовало бы сделать чуть поменьше. Но, во всяком случае, в таком варианте она немного мозолит глаза. Кликаем на нее и видим, что меню преобразовалось. Действительно, красивое стало меню, такое, как системное меню TV-бокса, ООС. И давайте начнем. С чего начнем? Давайте кликнем снизу. О приложении. Здесь видим версию 1.4.11. Да, действительно, это та, которую сейчас мы установили. Проверим обновление. Соответственно, обновлений нет, так как это последняя версия. Дальше. Давайте кликнем домашний экран. Видим в домашнем экране использовать иконки вместо баннеров, показывать системный фон, использовать полупрозрачный фон и размер рекомендаций нормальный. Ну и здесь есть мелкий и нормальный большой. Это все было в предыдущей версии. Дальше видим рекомендации. По поводу рекомендаций там написано было, что какие-то изменения были. Но мы видим здесь просто их уменьшили в размере, эти строчки. Ну и как бы более как бы визуально отображается вся информация по рекомендациям. Как на мой взгляд, достаточно прикольно сделано, интересно. Дальше погода. Погода была. И верхняя панель. Это вот эта панель. То есть здесь показывать, либо отключить ее. Часы, погода. Ну и все остальное. Все это было. Нужно проверить мышку. Так, тут бегает сюда, бегает сюда. И сюда бегает отлично. Все, вверх-вниз. Как было заявлено, это все они откорректировали. То есть я надеюсь на то, что глюк, о котором я рассказывал, будет отредактирован. И не будет никаких наползаний одной ленты на другой. Друзья, у кого какие глюки вылезли в процессе установки, ну и соответственно работы ТВ-бокса, пишите в описании к этому видеоролику. Если это видео для вас было полезным, оцените его. Кликайте на колокольчик. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok